Свежая статистика, которую зафиксировала в Мурме, пусть незначительный, но все же рост наркозависимых стало поводом для серьезного разговора на заседании антинаркотической комиссии. Специалисты обсудили введение дополнительных мер для противодействия этому злу. Подробности в сюжете. Несмотря на то, что первичная заболеваемость наркомании в Мурме ниже среднеобластных показателей, тем не менее в городе медики ежегодно фиксируют рост наркозависимых. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла с 9,5 до 11 на 100 тысяч населения. По этому мониторингу до 16 считается удовлетворительным критерий наркозакции в области 21,3. Распространенность или общая заболеваемость выросла с 88,8 до 101,2 на 100 тысяч населения. Эта цифра также ниже среднеобластных показателей в области 110,2. Корнем зла на сегодняшний день, по мнению специалистов, остается доступность наркотиков. В этой связи работа сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков должна стать активнее. За 15-й год в Румске МРО выявлено 91 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 82 преступления составляют категорию тяжких и особо тяжких преступлений, и 72 связаны с разбытым наркотиков. Значит, за 2 месяца 2016 года зарегистрировано выявлено 24 преступления, из которых 23 тяжкие, и 20 именно связаны с разбытым наркотиков. В 2015 году сотрудниками ФСКН на территорию округа было изъято более 15 килограммов наркотиков, в основном марихуаны и маковой соломы. За 2 месяца 2016-го изъято уже более полутора килограммов веществ. Что касается химических наркотиков, таких как спайсы, то Александр Лоскутов отмечает, что торговля ими ведется в основном через интернет. Тайники с закладками наркотиков в основном расположены в частном секторе микрорайона Африка, Карачарова, центральном поселке. К ответственности пока никто не привлечен. Связано это с грамотной организацией системы сбыток, глубокой спортированностью участвующих в данном бизнесе лиц и использованием на всех этапах своей деятельности, зашифрованных способов общения и бесконтактных методов передачи наркотиков и денег. Наркомания – враг молодых. С прошлого года в округе для выявления употребления наркотиков проводятся профилактические осмотры среди учащихся. Для прохождения осмотра необходимо согласие родителей, если ребенку нет 15. С этого возраста дети вправе решать самостоятельно. На сегодняшний день согласие на прохождение теста дали от 35 до 50% учащихся. В 2015 году осмотрели студентов индустриального колледжа. Из 189 человек дали согласие 82. Наркотики не найдены. В 2016 году был составлен и согласован с управлением образования график выхода на родительские собрания врача-психиатра-нарколога. Врач информирует родителей о порядке проведения профилактического медицинского осмотра с тестированием на наркотики. Члены комиссии пришли к общему мнению, что для более эффективного предотвращения распространения наркотиков важно привлекать самих муромлян. В том числе через соцсети. Сообщить о том, где в городе торгуют смертью, можно по телефону доверия ФСКН 3 33 17. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.